всем снова здрасте сегодня уже пятое число почти эти дни ничего не снимала но слава богу мне уже намного лучше короче грязь что сейчас собираемся делать будем кушать варить у нас на улице кстати мороз 26 градусов а дурить не встать вообще сильно холодно пишите к обязательно у вас погода но у нас вот такие вот морозы муж ушел на крышу снег чистить ему надо успеть пока у него выходные но пока на работу не надо ему 10 числа на работу и вот пока выходные ему надо успеть все вычистить все крыши так как остальные у нас все болеют никто на улицу идти не может но и горка не доходит помогает тоже так что вот такие вот дела у нас ладно начинаем варить суп так поставила две кастрюли одна на суп другая с куриными ножками с куриными свиными ножками на бульон да на холодец сейчас что-нибудь сделаем короче говоря мне намного лучше уже спасибо большое за поддержку вашу я старалась эти дни не снимать а лечиться поэтому вот так тут ко мне кошка пришла да я знаю что многим вам не нравится но но нам она до чертик нравится у нас добрая девочка и любит очень ласкаться так что вот такие вот дела пришла ко мне сидит трясогуска ты чё трясешься дома тепло а ты трясется прям вообще трясогузкин дома же тепло ты чё трясешься ладно дорогие друзья всем хорошего дня и хорошее настроение будьте чуточку добрее и тогда мир к вам потянется у нас уже вечер мы с машенька пошли магазин да но на туалетную бумагу молоко хлеб наши перчатки одевают все оделась но сегодня холодно на улицу очень очень холодных горка ребятки катались но сейчас пока морозы пока не идут на улицу катались и он тайсон гавкает тайсон привет ты сегодня уже поел вечером еще потом дадим чем мороза два раза кормим его ты даже не съел что на тайсон ух ты хитрый ты чего ладно пошли мы магазин короче говоря поделим из машин магазин купили бумагу туалет на 5 штучек по 10 рублей маленький такой улочек ну пока хватит два молока и две хлеба это все наши покупки сейчас мы с машей перебираем она говорит маму давай что-нибудь начнем новое высевать она мне все просит выше по начать эту подушку мне когда-то подарили подушку и она мне все просит ее начать вот наверное сегодня ее и начнут а если интересно то на канале влог проходили ссылочка будет в описании проходите подписывайтесь сюда канал мы надеялись что мы до этого года наберем 1000 подписчиков но мы не сможем ну ладно не страшно мы с Машей также видео там подготавливаем о моих начатых процессах потом будет отдельно видео о процессах которые начали мои дети делать так что если интересно оставайтесь подписывайтесь на канал я сварила суп с вермишелью сейчас налью по тарелкам и дам деткам хуже так что вы какие любимые у нас так все вроде хорошо слава богу начинаю выздорандовать ну нос конечно у меня еще мозгом не компасирует как вы видите у меня насмерть то еще есть ну а так в принципе ничего и какие-то прыщики вокруг носа повылазили ладно всем хорошего вечера мы пошли кушать сейчас покажу кстати что сварила так всем снова здравствуйте у нас 6 число вчера ничего не снимала потому что у меня опять поднялась температура но не в этом суть в целом сейчас будем с вами стряпать у меня залежался кефир не беда есть кефир есть пару яиц сахара сода можно сделать вкусные пряники у меня вот здесь записан рецепт в маленьких дозах я вам оставлю в описании ну дозировка у меня тут конечно же как понимаете семья большая я делаю в больших количествах поэтому что нам понадобится кефир сахар желтки с белками белки мы оставляем на помадку ну на крем а вот это вот нам понадобится на тесто дальше нам нужен будет мед у меня есть только вот такой вот мед больше никого к сожалению нет но какая разница пойдет любой потом нам понадобится растительное масло сода и мука для помадки нам понадобится ну вот я уже говорила белки и сахар по сути все все ингредиенты все что нам надо ладно сейчас дорогие друзья начнем с вами делать и покажу как я это делаю так как я это буду делать у меня кефир уже отстоялся он комнатной температуры я сейчас сюда первую очередь добавлю мед чтобы он за все это наше время настоялся я много меда не ложу вот одна ложка этого вполне хватит ну видите у меня твердый раньше у меня бабушка моя постоянно эти делала булочки у нас в деревне мы жили всегда было свое молоко кефир и бабушка постоянно такие пряники стряпала вот что-то я тут дети кефир уже что-то не это не пьют лежит он лежит 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 ну я ее решила что постряпаю добавлю сейчас сюда еще сахара сразу в стакан ну там по идее больше надо но я больше не ложу не кладу не ложу и размешиваем пока не растворится сахар так все сахар мой размешался сейчас добавлю сюда растительного масла немножко и добавим сюда яйца что мы отложили я напоминаю что я делаю количество больше чем вы всегда делаете поэтому в описании будет количество маленьких смотрите описание если кому интересно будет мне кажется киприньки сейчас мало кто делает но делают люди все равно сейчас добавим немного муки и потом соду добавим добавляем добавляем муку и к муке еще будем добавлять соду я добавляю побольше сода чтобы хорошо поднялось и сода чтобы желательно было без комочков так как у меня тесто больше поэтому я больше добавляю сейчас оно даст реакцию с кефиром и будет хорошо потом подниматься наверное еще добавляю потому что я мало добавляю вот так вот все и замешиваем тесто сейчас постоянно будем добавляю муку и будем замешивать тесто пока могу венчиком замешиваю а потом будем уже вручную замешивать тесто так что вот так вот давно я такие пряники не стряпала и да и на канале давно видео не показывала со стряпнёй хоть и стряпаю а почему-то не снимала настроения нет знаете когда люди пишут не очень хорошо то и настроения нет никого снимать поэтому вот так вот замешиваем тесто так дорогие друзья тесто я замесила вот такое вот получилось оно в меру мягкое сейчас отправляю обратно в тазик и на полчасика убираем в холодильник чтобы оно немножко постояло и потом будем дальше с вами заниматься пряниками так мои хорошие прошло у нас время полчаса и мы начинаем замешивать тесто и раскатывать его сейчас еще немножко его мукой поделаю чтобы оно не прилипало и будем с вами дальше раскатывать уже на прянички и будем стряпать много вкусных и сладких пряничков помадку будем делать потом когда уже будут у нас испекаться пряники чтобы сверху мазать так вот такое тесто получилось сейчас мы с вами ножичком его разделим на несколько частей так вот вот так вот сейчас будем раскатывать с вами это тесто все раскатываем сверху можно присыпать чтобы не приставала мука тесто к скалке кваши раскатываем все тесто раскатали не если такая формочка еще будем формочкой вырезать вот такие вот тесто я сильно большое не делаю и укладываем на противень если нет форму можно обычным стаканом или любую другую форму у меня вот такая форма вот такое буду делать сейчас все сделаю и покажу так вот что у меня получилось пусть немножко постоит а потом отправим в духовочку можно также взять обычный стаканом я взяла стакан в муке его видите делала и вот обычным стаканом очень даже красивые прянички будут получаться тесто я делаю тесто я делаю не сильно толстые эти тесто я делаю не сильно толстые эти полтора-два миллиметрика и все и делаем такие заготовочки сейчас пока у нас та партия пятерки мы уже новых заготовочек наделаем иногда не забываем стакан в муку вот у меня тут с краю мука лежит и опять дальше пошла делать ну и все и очень вкусные прянички у нас получатся делайте вместе со мной мне будет очень приятно видите будут разные прянички и цветочками и всякие деткам будет очень интересно такие прянички кушать они очень вкусные сладкие будут которые тесто уже мешают вот так вот убираем и продолжаем дальше делать прилипает опять опять смочили стаканчик и опять делаем это все и красота и вкуснота если немножко получается вот так вот неровно ничего страшного оно будет подниматься и оно будет нормально видите сколько заготовок остальное тесто просто вот так в кучу собираем опять раскатываем и опять такие же делаем прянички так мои хорошие пока мы с вами будем печь булочки ну пряники мы будем делать с вами глазурь я сюда заливаю 2 яйца белки от яиц и засыпаю сахар и сейчас все это будем с вами взбивать в пену сейчас покажу что у меня получится так вот такие вот ребят пряники у меня получаются пышные они видите получаются сейчас я их буду убирать на противень они остынут а потом светик пока у меня взбивает крем и потом она их помажет кремом вот такие вот вот такие вот вкусняшки получается так что пеките вместе с нами так дорогие друзья вот такая вот красота сейчас я это доверю светику делать я сама буду тестом заниматься потом покажем что получилось так пока у меня светик продолжает дальше делать я тут дальше буду делать положи сыночка света запри у него пожалуйста прянички наши вкусненькие привкусненькие прянички светик у меня намазывает помадкой их ну а я дальше продолжаю делаю так все наделала заготовок сейчас все постряпаю и покажу что получилось вот столько уже настряпали пусть остывают подсохнут у меня еще стряпаться и еще много делать ну вот здесь видите еще заготовочек очень много заготовочек еще очень много и вот это вот что постряпано то что еще пекется короче сегодня день пряник к рождеству готовимся так ребят показываю конечный результат того что получилось но плюсом еще считайте то что дети съели и вот решила мама чуть-чуть постряпать ну в моем смысле это чуть-чуть как вы понимаете всем кто кушает всем приятного аппетита и с рождеством так ребятки давайте какой-нибудь пряник возьму покажу какой он в разрыве вот такой вкусный получается всем кто кушает всем приятного аппетита по рецепту по идее меда надо больше но у меня маша не ест мед она его вообще категорически не любит поэтому я много не ложила и то она почувствовала его и говорит мама в следующий раз не ложим но то я говорю ладно хорошо не буду вот такие вот вкусные уж не буду на камеру с вами я буду на камеру сейчас сделаю деткам чай и отдам им пусть кушают всем кто кушает всем приятного аппетита угощайтесь нашими пряниками а а а а а а а а а